Хорошо. Еще такой момент в связи с вот этим конфликтом. Не кажется ли вам, что международный терроризм просматривает и будет продолжать рассматривать Казахстан как союзника России, своего главного врага? Это не грозит нам какими-то опасностями? Нет, ну я еще раз повторюсь, что может быть, но мы на самом деле имеем действительно, у нас нет никому никаких вопросов и сложностей. У нас были неприятные инциденты известные, которые происходили несколько лет назад. Это как бы понятный фактор. Но мы все прекрасно знаем, что мы союзник России, безусловно. Мы имеем хорошее отношение с Китаем, мы имеем хорошее отношение с Европой, с США, с Ираном тем же. И на самом деле это не делает Казахстан как бы, скажем, потенциальный какой-то, потому что это часть нашего, мы последовательны в своей. Если вот в том-то сложность заключается, когда очень многие говорят о том, что мы должны определиться и стать частью какого-то формата. Очень многие об этом говорят, что давайте мы определимся и будем либо с теми, либо с другими. Логика простая, кто не с нами, тот против нас. Вот в современном мире это самое неправильное логика, какое такое может быть. Как только вы становитесь, условно говоря, каким-то, ну скажем, участником тех или иных процессов, которые не простые процессы, они очень многосложны. Есть очень много вопросов в отношениях США, России, в отношениях Китая, США и так далее, и так далее. Как только вы становитесь частью этих процессов, начинаете очень, так сказать, играть на чьей-то стороне, вы становитесь объектом. И тогда вы можете стать действительно такой пострадавшей стороной. Потому что как только, пока вы играете роль субъекта, пока вы являетесь очень ответственной стороной, то на самом деле это не приводит. То есть здесь я бы так провел. Вот последний конфликт России с Западом, он привел к тому, что у нас объективно снизилось, сузилось пространство для маневра, для продолжения вот этой многоверхной политики. Потому что мы видим, какие отношения, как все непросто, какие заявления действуют. И на пике этого конфликта казалось, что все это приведет к очень неприятным последствиям. Но тем не менее, конфликт мы видим сегодня потихоньку, он не то, что как бы затухает, но он потихоньку выходит из такой острой фазы и переходит в такую, ну скажем так, умеренную фазу. И в этой ситуации оказывается, что наша-то позиция во время этого конфликта последнего была правильной. Потому что мы на самом деле сохранили лицо, мы поддержали, как бы, скажем, посреднические мирные усилия, например, в этом процессе. Мы не были вовлечены в этот процесс, потому что каждая страна, которую так или иначе участвует в том или ином выяснении отношений, она действует, исходя, во-первых, от своих интересов, конечно, но в то же время очень сильно, часто под влиянием эмоций. И это как раз тот самый факт. Потому что, как Черчилль говорил, есть постоянные интересы. Всегда, в любом случае, есть постоянные интересы. И это главное. А наш постоянный интерес заключается в том, чтобы находиться от всех конфликтных ситуаций на как можно дальше расстоянии. Есть еще одна точка зрения, что все-таки вот эта вот эскалация конфликта, она приведет к активизации с другой стороны, так называемой афганской угрозы. Насколько она реальна? Потому что, опять же, в российских СМИ говорят, что эта угроза очень сильная, а американцы говорят, что там, в общем-то, никакой угрозы нет. Вы недавно выпустили книгу о Афганистане. Расскажите, пожалуйста, стоит ли нам опасаться именно афганской угрозы? Ну, тут тоже надо понимать мотивацию. Я вот, может быть, как бы немножко подробно слишком, но мотивация очень такая. У каждой страны есть своя мотивация. У России своя мотивация, у американцев своя мотивация, у Ирана своя, у Китая своя. И поэтому каждый из этих сторон стремится к тому, чтобы реализовать свои интересы в нашем регионе. Например, интересы США связаны с тем, чтобы открыть этот регион. США считают, что они таким образом, построив транспортный коридор на юг, они таким образом дадут возможность афганскому правительству зарабатывать. Раз. Второе, стабилизируют экономическую ситуацию и таким образом снизят уровень напряженности. С тем, чтобы афганская государство не получала от международной, не зависела от международной помощи. Интересы, например, Китая связаны с реализацией транспортных коридоров самых разных, включая Афганистан, Узбекистан, государство Центральной Азии, НАС, даже Кавказ. И поэтому для Китая любые проекты имеют, в принципе, приоритеты, он согласен с ними, потому что это помогает его экономике. Россия, в свою очередь, полагает, что на самом деле главное, что она не хотела бы, чтобы присутствие Запада, условно говоря, в регионе Центральной Азии было значительным. И поэтому логика заключается в том, что нужно создать некий барьер, потому что это действительно риск. Потому что с юга от нас находится достаточно сложный регион. Там много религиозных движений, в которых мы не готовы к ним взаимодействовать. Поэтому понятно, что российская логика заключается в том, давайте будем защищаться, давайте построим что-то вроде китайской стены. И тогда поэтому, ну отсюда, соответственно, понятна активизация дискуссии о том, что есть угроза с юга. Поэтому вопрос об угрозе с юга теперь более конкретный. Во-первых, предположить, что какая-то угроза будет связана с тем, что американцы когда уйдут или когда прекратят финансирование, означает, что вот это вооруженные силы, которые находятся в Афганистане, могут представлять какую-то угрозу. Вы имеете в виду армию? Армию, например, может быть какие-то вооруженные формирования. Но весь вопрос, при всей большой численности этой армии, она слабо вооружена. У нее нет штурмовых наступательных механизмов. Более того, она состоит из множества составляющих. И представители разных национальностей, которые все друг к другу в очень сложных отношениях. Поэтому если в Афганистане, не дай бог, произойдет крушение государственных институтов, скорее всего они разойдутся по своим домашним квартирам. Теперь вопрос о каких-то исламских радикальных движениях. Они, безусловно, в Афганистане есть. Но эти движения в Афганистане существуют с 70-х годов. В 80-х, 90-х они играли очень активную роль. Они представляли большую угрозу. Например, Хезбейс, Фамигуль, Бедина, Хикматера. Целая армия была, имевшая, кстати, и танки, и ракеты, и артиллерию. Это была серьезная вооруженная сила. Но даже в то время она не покушалась на территорию Центральной Азии, потому что у нее были интересы, в Афганистане их хватало. Надо иметь в виду, что внутри Афганистана межобщинная конкуренция. С одной стороны, северные меньшинства, таджики, узбеки, туркмены, хазарицы. С другой стороны, пуштуны. И это поглощает всю силу и энергию внутриафганского противостояния. То есть там нет времени и места для какой-либо экспансии, связанной с внешней. Тем более в направлении Центральной Азии. Поэтому и второй момент, который связан с тем, что новомодное течение, это исламское государство, так называемое, которое сегодня воспринимается как очень серьезная угроза. Исламское государство, это надо разделять политическую часть и религиозную. Потому что есть политический аспект, который связан, например, в Ираке, это связано с бывшими функционерами Саддама Хусейна, которые формируют и преследуют свои политические цели. Есть религиозный аспект, который связан, скажем так, условно с салафитско-ваххабитской линией. Это достаточно своеобразные направления, которые более характерны для арабского Ближнего Востока. Вот это разные вещи. И можно себе сказать, что на сегодняшний день, гипотетически, конечно, люди, которые могут заявить о том, что они приверженцы исламского государства или приверженцы движения Талибан, но говорить о том, что они могут осуществить какую-то вооруженную экспансию на территории Центральной Азии, сегодня это не то, что маловероятно практически нереализуемо. Может быть только инфильтрация определенного количества радикальных элементов тех или иначе в рамках, например, передвижения мигрантов или, например, в рамках того же наркотрафика. Мы знаем проблемы с границами. Это тоже может быть, безусловно. Но это все находится в пределах компетенции соответствующих служб. Это не является угрозой, ну, такого вселенского и глобального масштаба. Мы последние 20 лет находимся под постоянной муссированием темы о возможности экспансии с юга на север. Но, если мы даже вернемся к движению Талибан, это в основном пуштунское движение. Его интересы связаны исключительно с Афганистаном. И для пуштунского движения редко и практически никогда нет интересов севернее в регионе Центральной Азии. Ну что же, на все вопросы вы ответили. Я благодарен вам, что вы пришли. Я напомню, у нас был директор Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана Султан Акимбеков. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok